МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По российской Арктике достигла окружной столицы. Трое участников из Магнитогорска намерены за три месяца пройти на снегоходах от Мурманской области до Камчатки. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! В Арктике может появиться научно-образовательный центр мирового уровня. Инициаторами его создания выступили главы Ненецкого округа и Архангельской области. О перспективном проекте говорили накануне в столице Поморья. В совещании приняли участие губернаторы двух соседствующих субъектов, руководства САФО и представители крупных производственных корпораций и ведущих вузов, специализирующихся на изучение арктического региона. Алина Ваучейская продолжит тему. За круглым столом собрались те, кто прямо или косвенно связан с арктической территорией. Представители власти, ученые и руководители крупных промышленных предприятий и производств. Тема для обсуждения – создание научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики». В соответствии с 204 указом президента от 7 мая 2018 года у нас перед стороной поставлена задача совершить научно-технологический, промышленный, индустриальный и социальный рывок, никак не меньше. Одной из составляющих этой задачи в рамках достижения этой цели необходимо предложено создать в регионах России не менее 15 научно-образовательных центров, которые должны быть межведомственными, решать задачи науки, промышленности, социального развития территорий. Необходимость появления научно-образовательного центра сегодня более чем актуальна, ведь с освоением Арктики увеличиваются техногенные нагрузки на хрупкую северную природу. По своей сути создаваемая структура – это союз научных сотрудников, промышленных предприятий и региональных органов власти. Основной базой центра станет Северный Арктический Федеральный Университет. С осени 2018 года мы эту работу начали и в направлении создания сети партнерств в Архангельской области, и в Ненецком автономном округе в отношении Заполярного научно-образовательного центра. И здесь можно сказать, что мы таким связующим звеном являемся, в том числе и между субъектами на этой площадке нового НОЦа. Но, на мой взгляд, вообще НОЦ имеет очень важное культурно-политическое значение, потому что он вокруг себя объединяет два субъекта, абсолютно разные промышленные предприятия и бизнес-структуры разного масштаба, учреждения образования, учреждения науки и внутри наших собственных регионов, и за пределами регионов, но которые имеют интерес для своего развития здесь у нас на Севере и в Арктике. Упор планируется сделать на разработку и изготовление материалов, техники и предметов быта для эксплуатации в арктической зоне России. Причем будут охвачены такие отрасли, как строительство, ремонт и эксплуатация морских судов, полярная авиация, иноземный и ледовый транспорт, добыча и транспортировка углеводородов, горнодобывающая техника, строительство, жилья и дорог, арктическая энергетика, одежда и предметы быта для человека. Ненецкий округ в этом проекте выступит своего рода международной площадкой для апробации научных разработок. Мы находимся в 100% на арктической зоне, на территории Крайнего Севера, которая от всех наших основных федеральных центров, от столицы, от Санкт-Петербурга, находится в наибольшей близости. У нас нет разницы во времени, как у других территорий. В этом смысле, казалось бы, это небольшие преимущества, но с точки зрения практической деятельности они дают хорошие конкурентные возможности. Поэтому мы это обсуждаем. Мы обсуждаем это и с САФУ. В этом году довольно активно отработали с МФТИ, с МГТУ имени Баумана, со Сколково. То есть у нас такая неплохая научная агломерация учреждений образовывается, которые проявляют уже практические интересы. Уже в этом году, в течение года проводили практические эксперименты на территории нашего округа, которые во многом признались успешными и имеют все основания для продолжения. Как отметил в своем выступлении Александр Цибульский, появление в Арктике такого центра даст импульс к экономическому и социальному развитию северных территорий, и в частности Ненецкого округа. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, что поможет остановить отток молодежи и сделает регионы привлекательными для научных сотрудников. Проект создания научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики» в мае этого года будет представлен президенту России Владимиру Путину. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Ненецкий автономный округ. Зимник на Редмарусинск закрыт для всех видов транспорта из-за метели. Об этом в ходе оперативного совещания при главе региона сообщила Валентина Саутина. Кроме того, в ходе расширенной планерки обсудили и другие вопросы. Далее все подробности. Первыми по традиции отчитались силовики. Так начальник главного управления МЧС сообщил главе региона о произошедших в январе пожарах. О проверках, правда, уже в сфере финансово-хозяйственной деятельности, доложила заместитель губернатора Евгения Калашник. Сейчас вышли на проверку спорта природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса, по управлению оленеводства и начитаем визию на мясо коммуникации. Михаил Ферин, в свою очередь, отчитался о ходе убойной кампании. На сегодняшний день заготовка мяса практически завершена. И теперь о строительстве. В ходе оперативного совещания Александр Цибульский поинтересовался о состоянии дел на объектах, возводимых полюс-жилстроем. Напомню, подрядчик почти год срывает сроки сдачи многоквартирного дома по улице Сущинского. Двумя неделями ранее делегация из представителей профильного департамента и гострожилнадзора во главе с губернатором проинспектировала четвёртую и пятую секции многоэтажки. Увиденным проверяющие остались крайне недовольны и дали у руководителя полюс-жилстроя две недели на исправление замечаний. По четвёртой и пятой секции в субботу мы выезжали, посвятили экипорцами на объект. Как обещал руководитель полюс-жилстроя, что за две недели они выполняют работы. У них остается сейчас также четвёртой и пятый подъезд необходимо отмывать все квартиры и вентиляционные решётки, которые у нас идут с вентиляторами. Поэтому сказали, заверили руководство, что в понедельник в плотнике у них приходит недостающий материал и хотят за неделю-две заявляться уже встроен обзор на эту компанию. Сразу два поручения в ходе совещания были даны Сергею Свиридову. Первое – активизировать работу по привлечению в округ врачей узкой специализации. Вы в конце прошлого года, в декабре, приняли решение о региональных выплатах дополнительных врачам и среднему медперсоналу. Если помните, для привлечения специалистов. У нас сейчас обращаются о том, что нет врача-уролога и других специалистов. Надо в этом смысле работу активизировать и постараться отобрать ребят, которые выпускаются из институтов или врачей из других регионов. То есть надо вести такую очень активную работу по привлечению нужного нам персонала. И дайте мне анализ, каких врачей у нас сегодня не хватает по другим специальностям. Кроме того, Александр Цибульский обратил внимание руководителя департамента здравоохранения на состояние кабинета для забора анализов на ВИЧ и СПИД. Какое-то ужасное состояние кабинета, в котором принимают анализ. Заклеенные пленкой окна, пену монтажную, заделывавшую трещину в углу кабинета. Вы посмотрите, если действительно такое ужасное состояние, когда в очередной порядке выделите деньги, чтобы там хотя бы косметический ремонт сделать, чтобы там утеплиться, там холодно. Но как-то странное, если у нас медицинское учреждение, заклеенные пленкой окна. Это же по второму вопросу. Это действительно так. Это то старое здание, где Крымцов. У нас есть предложение, у нас выехала физиотерапия. И как раз вот это подразделение перейти именно туда, перейти на департамент. Ну давайте займитесь, не затягивайте. В завершение встречи отчитались главы муниципальных образований. На селе обстановка спокойная. Ирина Никешина, Алина Волчайская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Парламентарии региона рассмотрели изменения в окружной закон об оленеводстве. Поправки касаются рационального использования оленей пастбищ. Темы продолжит Александра Литкова. В настоящее время в округе действуют нормы закона об оленеводстве, которые предполагают жесткий контроль за оленей емкостью пастбищ. Администрация округа направила в собрание депутатов законопроект, предполагающий изменить существующую систему контроля по сохранению оленей в пастбищ. После рассмотрения поправок у парламентариев возникли вопросы. У нас есть пример, очень яркий. Это наши соседи, Ямал-Нинский автономный округ, где состояние пастбищ, к сожалению, не очень хорошее, наверное, даже плачевное, где наблюдается и перевыпас оленей. И в связи с этим возникает угроза и оленям, потому что несколько лет идет падеж. И, естественно, это сказывается неблагополучно на жителях тундра, оленеводах, потому что они лишаются своего традиционного вида хозяйствования. И сегодня все мы настроены на то, чтобы не допустить повторения этой ситуации в Ниньском автономном округе, для того, чтобы оленя и пастбища использовались эффективно. Как считают специалисты мурманского землеустроительного предприятия, которые проводили геоботаническое обследование земель, перевыпаса оленей в пастбищ в Ниньском округе нет. Скорее, его нерациональное использование. У нас, скорее, проблема не рациональное использование пастбища, не полный охват пастбища. У нас очень большие территории вылетают в зимние сезоны. То есть те пастбища, которые находятся на юге, те лимитирующие пастбища, которые находятся на юге, используются оленеводами зимой, использовали рис, скорее, можно говорить. Они сейчас отдыхают и находятся в очень хорошем состоянии у многих хозяйств. Кроме того, специалисты считают, что нужно заинтересовывать самих оленеводов, сохранять и правильно использовать свои пастбища. Чем более экономически развитое хозяйство, чем больше оно оцелено на экономическую выгоду, тем больше оно старается сохранить свои пастбища. Потому что это их деньги. И они как бы говорили о том, что нашим бы тоже немцам бы заняться, вот именно стать более коммерциализированными, более на финансы направленными. Тогда они будут сохранять пастбища, потому что это их прибыль. В целом геоботаническими исследованиями охвачены все хозяйства округа. За исключением общины Ямпто. В основном в неудовлетворительном состоянии находятся пастбища, расположенные на западе региона, на полуострове Канин. Вообще есть такой очень хороший показатель, как бы узнать, как хорошо пастбища используется или нет. Это вес телят этого года рождения, осенью. Если телята достигают веса 15 килограмм, а средний вес 16-17 килограмм, то, естественно, это в первую очередь свидетельствует о том, что они очень мало кушали, и что пастбищи находятся в плохом состоянии. Большие телята хорошие, значит, с оленями пастбищами все хорошо. Окружные парламентарии продолжат работу в этом направлении. В частности, предполагается ввести ежегодный отчет по четкому и эффективному контролю за состоянием оленей пастбищ в регионе. Александра Литкова, Антон Бодряков, Вадим Носкин, Телеканал «Север». С 1 февраля для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат пособия и компенсации, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами в размере 4,3%. Говорится в документе, опубликованном 28 января на сайте Кабмина. Индексация затронет пособия для ветеранов, инвалидов и граждан, имеющих детей. Кроме того, повышение коснется выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 23 января сообщалось, что на индексацию правительство планирует потратить более 25 миллиардов рублей. В начале 2019 года стало известно, что в России увеличили размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. Предприятия и организации округа могут выдвинуть своих работников на награждение окружным знаком отличия от трудовой доблести. Комиссия по наградам при главе региона принимает ходатайство на награждение знаком отличия в срок до 1 февраля текущего года. Добавлю, что ежегодно знака 3, 2 и 1 степени могут быть удостоены 6 граждан, имеющих трудовой стаж 5, 10 и 15 лет соответственно. Наградой поощряются отраслевики за значительный вклад в социально-экономическое развитие Нинецкого округа, добросовестную и эффективную работу в производственной сфере. Представление о награждении знаком отличия вносится руководительными или трудовыми коллективами организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также главами муниципалитетов. Награждение знаком отличия трудовая доблесть регламентируется окружным законом о наградах и почетных званиях Нинецкого округа. Этот вид поощрения жителей округа появился в наградной системе региона в 2017 году. Первыми обладателями знака отличия трудовая доблесть стали четыре работника Нинецкой агропромышленной компании, электрогазосварщик Наринмарского АТП и старший машинист Севержилкомсервиса. В 2018 году знаком трудовая доблесть отмечены оленевод СПК Нинецкая община Канин, докер-механизатор Наринмарского морского торгового порта, начальник цеха Наринмарского ПОКТС, мастер производственного цеха АУВИТ, а также ведущий инженер производственно-технического отдела Наринмар-Доримстроя и водитель автобуса Наринмарского автотранспортного предприятия. Покорители снежных просторов, искатели приключений и просто любители путешествий. Трое участников из Магнитогорска решили совершить снегоходный пробег Северной тропой, преодолев за три месяца 17 тысяч километров. Пробег стартовал в Мурманске 11 января он пройдет через 8 регионов России. А конечная точка маршрута станет Петропавловск-Камчатский. Накануне путешественники совершили запланированную остановку в окружной столице, где сегодня встретились с главой региона и рассказали нашей съемочной группе о том, легко ли покорять снежные просторы. Все подробности в материале Ольги Русул. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на Кстепиинной Милочкой Семьи. Чуть больше трех недель пути на снегоходах и участники Северной тропой достигли столицы Заполярья. Экспедиция стартовала из Мурманска еще 11 января, побывала в Архангельске, Нарьенмар встретил путешественников относительным потеплением. Ладно, удачи тогда! Спасибо! В маршрутном листе экспедиции крупные точки Гыда, Диксон, мыс Челюскин, Тикси и дальше на Камчатку. В среднем путешественники проводят на снегоходах по 12 часов в день. Преодолевают в зависимости от погоды и условий местности от 50 до 400 километров. Белое море было плохо замерзшим, поэтому прижимало прям к берегу практически. И в Карелии была очень теплая погода, много ручьей, вода в основном, то есть вода была проблема. Незамерзшие реки, болота. Команда экспедиции состоит из трех человек. Кроме руководителя, в нее входит штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников. Свой переход в 17 тысяч километров путешественники доверили снегоходам «Ямаха». Впрочем, по словам механика, нареканий к технике пока нет. Техника достаточно надежная, проблемы больше в санях. Ну и такие мелкие там, где-то какой-то удар, камень, неожиданность. Ну и так, в принципе. Все штатно, все стандартно. Это шестая экспедиция путешественников северян и самая протяженная. Планируется, что конечную точку маршрута Петропавловск-Камчатский герой с северной тропой достигнут за три месяца. На вопрос, не устают ли в пути, не бывает ли скучно, экстремалы отвечают «нет». По разными красками открываются. Мы не первый раз уже едем. Все места красивые. У вас тундра красивая. Такой восход, такой закат был. Подъезжали к Белому морю, там очень много торосов накидывало. Море прямо у берега. Суровое величество. Карелия красивая, Таймыр красивый, зверей на Таймыре много. Камчатка. На самом деле, север очень красивый. В планах путешественников-экстремалов объединить пройденные маршруты в своего рода эстафету регионов сделать подобие спортивного соревнования, чтобы участие могли принять региональные команды. Финиш снегоходного ралли с северной тропой намечается в апреле, пока позволяют погодные условия передвигаться на снегоходах. Ольга Руслул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.